Глава 12. Буря на море. Младшего турка за плечи, а отец освобождает его ногу из щели между перилами. Каким-то образом он зацепился за них и, падая, толкнул меня головой в спину, отчего я и полетел вниз. Все это было, несмотря ни на что, комично, а молодой турок имел такой несчастный и сканпуженный вид, что я, забыв про «такт», так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, хохотать, но фыркал и давился, что меня смешило еще больше. — Алло! — раздалось за моей спиной. — Это кто же сыскался такой смельчак, чтобы встретить дикую качку веселым смехом? Я узнал голос капитана и увидел его площадкой ниже в мокром плаще и капюшоне. — Так это вы, юноша, такой герой. Можно не беспокоиться. Вы будете хорошим моряком, — прибавил капитан, подмигивая мне. — Герой не я, вот этот молодец, — сказал я капитану, указывая на нашего матроса. — Если бы не он, пришлось бы вам меня отправить в лазарет. — Ну тогда бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете большой успех у ее маленькой дочери, чего доброго, и мать последует ее примеру. Он улыбался. Но улыбались только его губы. Глаза были пристальны, суровы. И я вдруг, как-то всем существом своим, ощутил, что опасность данного момента очень велика. Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что он должен взять сына под руку, когда мы доберемся до нижней палубы, а сведет его с лестницы провожатый. По его свистку взбежал снизу матрос и стал придерживать молодого человека. Спускаться было трудно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моей няньки, двигался я все лучше. Мы остановились у подножья лестницы, чтобы разделить между собой поле деятельности. Здесь был сущий ад. Ветер выл и свистел. Волны дыбились уже огромные. Люди стонали. Женщины и дети плакали. Лошади в трюме ржали и бились. Коровы мычали, блеяли овцы. Ничего нельзя было расслышать. Все сливалось, какой-то непрерывный вой, гул и грохот. И потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев нас, женщины кинулись к нам, но тотчас же многих отбросило назад. Этот пароход взмыл вверх и снова ухнул вниз, как в пропасть. И подходил по очереди к наиболее нуждавшимся в помощи. Я набирал нужные капли, матрос приподнимал головы страдалец, и я вливал им лекарства. Зловоние здесь стояло такое, что если бы не ветер, я вряд ли смог его вынести. Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать, и даже засыпали. Два матроса с горячей водой, со щетками и тряпками навели в помещение чистоту. Мы же отправились на помощь к туркам, которые не успели управиться и наполовину, поскольку мужчин здесь было гораздо больше. Несколько человек чувствовали себя хорошо и вызвались нам помогать. Вскоре замерли стоны и проклятия. Люди и здесь стали засыпать. И дал двум конюхам пучки какой-то сухой травы и велел привязать их в трюме, объяснив, что она произведет на животных такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей. Турки остались на палубе, а мы спустились в трюм, где И показал, в каких местах следует привязать траву. Возвратившись, И предложил здоровым тоже принять лекарства, говоря, что несколько часов сна подкрепят их силы, и они смогут помогать остальным, когда начнется буря. «Буря? Да разве это еще не буря?» – послышались возгласы. «Нет, это еще не буря, а только легкая качка», – раздался рядом голос капитана. «Поэтому примите лекарства и поспите немного, если вы действительно отважны». Каждая сильная рука и храброе сердце пригодятся. Неожиданное появление капитана и его сильный звенящий голос подействовали на храбрецов. Они молча открывали рты, и мы влили всем наши чудо-капли. Капитан спросил И, сколько длится успокоительное действие его капель, и И ответил, что не менее шести часов люди будут спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали двенадцать. «Буря начнется часа через два, быть может, три. Я решил перевезти часть пассажиров из третьего класса в гостиные второго, а весь четвертый класс поместить в третий», – сказал нам капитан. «Вы, пожалуйста, не уходите, пока здесь никого не останется. Быть может, кому-то придется помочь еще раз». И он также быстро исчез, как неожиданно появился. Он был вездесущ, забегал на капитанский мостик, где нес факту старший помощник, отдавал распоряжение и успевал заглянуть в каждый уголок. Он всех ободрял и успокаивал, для всех у него находилось доброе слово. Вскоре пришли матросы и офицер, разбудили женщин и предложили перебраться в каюты третьего класса вместе с детьми. Не обошлось без криков и истерических воплей, но все же вскоре все устроилось. Вместе с командой мы отправились будить мужчин. Здесь дело пошло лучше. Мужчины мгновенно осознали опасность и быстро перебрались туда, куда им было указано. Но вот снова заплакали дети. Пришлось повторно давать лекарства, причем вначале и пристально вглядывался в детские лица, прислушивался к дыханию и давал новую порцию только в случае острой необходимости. Подли некоторых стариков рабочих и задерживался подолгу и совал им уже дремавшим какие-то конфеты в рот. Мы собирались остаться на дежурство в гостиных второго класса, но посланец от капитана просил нас поспешить к умирающей девушке. Мы оставили турок внизу и поднялись в первый класс. Со всех сторон неслись вопли. Бегали горничные и лакеи. И, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь много отвратительнее, так как требовательность, злость и эгоизм выливались в ругательство и дурное обращение с судовой прислугой, уже сбившейся с ног. Нас привели в каюту, где мать с растрепанными длинными волосами стояла на коленях у изголовья дочери, находившейся в глубоком обмороке. Она уже ничего не соображала. Рыдая и выкрикивая какие-то итальянские слова, она рвала на себе волосы и ломала руки. И, с помощью матроса, уложил ее на диван и велел мне дать ей пять капель, указав нужный пузырек, а сам наклонился над девушкой, которую судовой врач не мог привести в чувство уже более часа. Как только я дал матери лекарство, она мгновенно заснула, и я подошел к И. В случае тяжелый левушка, сказал И. Он достал из своей аптечки какое-то остро пахнущее снадобье и пустил девушке по одной капле в каждую ноздрю. Через минуту она сильно чихнула И. Ловко открыл ей рот, а я влил ей другие капли с помощью матроса, которому пришлось упереться коленом в диван и поддерживать меня, иначе бы я полетел на спину от нового толчка, а девушка упала на диван. Теперь здесь все будет благополучно. Поспешим в лазарет. Шепнул мне И. Мы поручили вошедшему доктору его пациентов. Он был очень удивлен тем, что девушка спит и ровно мирно дышит, но и так спешил, что даже не дослушал его. Кратчайшим путем по какой-то винтовой лестнице мы быстро добрались до лазарета, где тоже стенали и плакали. Но мы, минуя всех, почти вбежали в палату А. Бедная мать не знала, что ей делать с двумя рыдавшими детьми и готова была сама заплакать в творившемся вокруг аду. Каждый винт скрипел и визжал на свой лад. Весь пароход дрожал и трясся, как будто бы был сделан из тонкого листового железа. А протяжные сто накидаемых из стороны в сторону людей, сливаясь своим ветром, казались завыванием нечистой силы. Почти мгновенно мы дали всем лекарства. Женщина так умоляюще взглянула на И, что он пожал ей руку и сказал «Мужайтесь, мать должна быть примером своим детям. Ложитесь подли них и постарайтесь уснуть». И снова. Каким-то кратчайшим путем мы помчались на мостик к капитану. Приходится признаться, что И держал меня под руку, а матрос буквально подталкивал сзади. И только таким способом я мог карабкаться по лестницам и переходам. Иначе я раз десять полетел бы вниз головой и, наверное, убился насмерть. Выйдя на палубу, мы попали в кромешный ад. Сверкали молнии. Удары грома, подобно неумолчной канонаде, сливались с воем и свистом ветра. Молнии сразу ослепили нас, и мы вынуждены были остановиться, так как в ледяной атмосфере бури было трудно даже дышать. Мы добрались до капитанского мостика с огромным трудом. Я не успел даже опомниться, как меня обдало с ног до головы холодной водой. Я отряхивался, как пес, протирая глаза руками и открыл их с большим усилием, но все же во тьме, озаряемой вспышками, по-прежнему ничего не видел. Я чувствовал, что меня тащат сильные руки, и пошел, если только можно назвать этим словом то, что проделывали мои ноги и тело. Я поднимал ногу и тут же валился на свою няньку матроса. То я падал назад и слышал крик «И! Пригнись!» Не успевал нагнуться, как снова валился на бок. Эти несколько десятков шагов показались мне долгими, как дорога к несбыточному счастью. Но вот я услышал, как матрос верзило что-то, крикнул, рванул меня вперед, и в одно мгновение мы очутились возле капитана и его помощников. А в следующий момент нас прижало к стенкам капитанской рубки, и чудовищная волна прошла стороной. Что произошло в следующий момент, не поддается никакому описанию. Огромная водяная стена обрушилась на пароход, так ударив по рубке, что она задрожала, а и с матросом бросились к рулевому колесу, которое капитаны-помощники уже не могли удерживать втроем. — Левушка! — кричал И. — Скорее, из зеленой коробочки флорентийца пилюли всем капитану первому! Я был прижат к рубке таким сильным ветром, что стоял очень устойчив. Это помогло мне без труда достать коробочку, но я понимал, что если снова ударит волна, мне не удержаться на ногах. Я собрал все свои силы. В воображении моем мелькнула фигура флорентийца, о котором я неотступно думал все это время. Сердце мое вдруг забилось от радости. И так близко был ко мне в эту минуту мой друг. Точно я увидел его рядом. Положительно. Если бы я спал, то был бы уверен, что вижу его во сне. Так отчетливо нарисовалась мне белая фигура моего дорогого покровителя. Я почувствовал такой прилив сил, словно мой обаятельный друг и в самом деле был подли. Я вынул пилюли. Мне стало весело. И я, смеясь, наклонился к капитану. Тот даже рот раскрыл от удивления, увидев меня смеющимся в миг ужасной опасности. Чем я немедленно воспользовался, сунув ему пилюлю в рот? Точно дивная рука флорентийца помогла мне. Я забыл о толчках, дрожании судна, ударах волн, забыл о смерти, таящейся в любом последующем натиске стихии. Я всем раздал пилюли и последним проглотил сам. Глаза привыкли, вокруг точно посветлело, но различить, где кончается вода и начинается небо, не было возможности. Теперь все мужчины держали руки на рулевом колесе. Мне все еще казалось, что я вижу высокую белую фигуру флорентийца, стоящую теперь рядом с И. Он как бы держал свои руки на его руках. Да и командовал капитан, казалось, под диктовку И. Мы плыли, а вернее ухали, вниз и взлетали на горы довольно долго. Все молчали. «Еще один такой крен и пароход ляжет, чтобы уже не встать!» – прокричал капитан. «Не знаю. Должно быть, пилюля так раззадорила меня, что я…» – прокричал капитану самое ухо. «Не ляжет! Ни за что не ляжет, выйдем невредимыми!» Он только повел плечами. Это был жест снисхождением мне, мальчишки, непонимающему смерть. Между тем становилось светлее. Теперь я уже мог рассмотреть тот живой водяной ад, в котором мы плыли, если можно обозначить этим словом ужас, уханье в пропасть и мгновенного взмывания в гору. Море представляло собой белую кипящую массу. Временами вздымались высоченные зеленые стены воды с белыми гребнями, точно грозя залить нас сразу со всех сторон и похоронить в пропасти. Но резкая команда капитана и искусственные руки людей резали водяные стены, и мы ухали вниз, чтобы в который уже раз благополучно выскочить на поверхность. Но вот я заметил, что капитан вобрал голову в плечи, крикнул что-то «и» и налег всем телом на руль. Мне снова почудилась высокая белая фигура флорентийца, коснувшаяся рук «и», который двинул штурвал так, как хотел капитан и чего не мог добиться от своих помощников. И пароход послушно повернулся носом вправо. Сердце у меня упало на нас, шла высочайшая гора воды, на вершине которой кружился водяной столб, казалось, подпиравший небо. Если бы вся эта масса ударила нам в борт, судно неминуемо опрокинулось бы. Благодаря ловкому маневру пароход прорезал брюхо водяной горы, и вся тяжесть обрушилась на его кормовую часть. Раздался грохот, точно выпалили из пушек. Судно вздрогнуло, нос задрался вверх точно на качелях. Но через минуту мы снова шли в пене клокотавшего моря, и волны были ужасны, заливали палубу, но не грозили разбить нас в куски. Опомнившись, я стал искать глазами флорентийца, но понял, что то был лишь мираж. Я настолько был полон мыслями о дивном своем друге, так верил в его помощь, что он меречился мне даже здесь. «Мы спасены», — сказал капитан. «Мы вышли из полосы урагана. Качка продлится еще долго, но смертельная опасность отступила». Он предложил нам с И пойти в каюту. Но И ответил, что мы устали меньше, чем он, и останемся до тех пор, пока опасность существует. А сейчас пусть отпустит старшего помощника и вызовет ему замену. Не знаю, много ли прошло времени, становилось все светлее, буря была почти так же сильна, но мне казалось, что лицо капитана прояснилось. Он был измучен, глаза ввалились, лицо было бледно до синевы, но суровости в нем уже не было. И посмотрел на меня, и велел дать всем по пилюле из черной коробочки Али. Я думал, что качка уже не так сильна, отделился от угла, где стоял все это время, и непременно упал бы, если бы и меня не поддержал. Я очень удивился. Несколько часов назад я так легко проделал все это в самый разгар урагана, но теперь без помощи не смог бы обойтись, хотя стало гораздо тише. С большим трудом я подал всем по пилюле, с не меньшими трудностями проглотил ее сам и едва вернулся на прежнее место. Теперь я увидел, что в углу был откидной стул. Я опустил сиденье и сел в полном недоумении. Почему же в разгар бури, когда мне мерещился флорентиец, я двигался легко, а теперь не могу сделать и шага, да и сижу с трудом, держась крепко за поручни? Неужели одна только мысль о дорогом друге, которого всю ночь я звал на помощь, помогла мне сосредоточить волю? Я вспомнил, какое чувство радости наполнило меня, каким я сознавал себя сильным, как смеялся, давая капитану пилюлю, а вот теперь расслабился и стал обычным левушкой лови-ворон. Картина моря так менялась, что оторваться от нее было жаль. Становилось совсем светло, ветер разорвал черные тучи, и кое-где уже проглядывали клочки голубого неба. Качка заметно слабела, иногда ветер почти стихал, и слышался только шум моря, которое стало совершенно черным, с яркими белыми хребтами на высоких волнах. Качка все еще была сильная, идти мне было трудно, и я удивился, как легко все это делал, и за что бы он ни взялся, думалось мне, все он делает отлично. Я представил его, ни с того ни с сего, за портняжным столом, и так это было смешно и глупо, что я залился смехом, и поглядел на меня не без удивления и сказал, что уже второй раз мой героизм проявляется смехом. Отнюдь не героизм заставил меня смеяться, ответил я, а только моя глупость. Глупость! Я вдруг представил вас портным и решил, что и в этой роли вы были бы совершенны, но игла и нитка в ваших руках так комичны, что я просто не могу не хохотать, ответил я со смехом. Мы подошли к корме, и мой смех сразу оборвался и замер на губах. Море точно разрезали ножом на две неравные части. Сравнительно небольшое пространство, по которому мы двигались, было черным, в белой пене, но не страшным. Но за этой черной полосой начинались высочайшие водяные горы, стены зеленой воды с белым верхом налетали друг на друга, точно великаны в схватке. Постояв мгновение в смертном объятии, они валились в пропасть, откуда на смену им сдымались новые водяные горы-чудище. Неужели мы выбрались из этого ада? – спросил я. Неужели смогли выйти живыми? Мне страстно хотелось спросить, думал ли и о флорентийце в самую страшную минуту нынешней ночи. Но мне было стыдно признаться своей детскости в игре фантазии, принявшей мысленный образ друга, несколько раз спасавшего мне жизнь за это короткое время, за истинное видение. Я взывал и сейчас всем сердцем к нему, и думал о нем больше, чем о брате, и даже о самом себе. И стоял молча. На его лице было такое безмятежное спокойствие, такая глубокая чистота и радость светились в нем, что я невольно спросил, о чем он думает. Я благословляю жизнь, мой мальчик, даровавшую нам сегодня возможность дышать, любить, творить и служить людям со всем напряжением сил, всей высотой чести. Благослови и ты свой новый день. Осознай глубоко, что ночью мы могли погибнуть, если бы нас не спасли, милосердие жизни и самоотверженность людей. Вдумайся в то, что этот день – новая твоя жизнь. Ведь сегодня ты мог уже и не стоять здесь. Привыкни встречать каждый расцветающий день, как день новой жизни, где только ты, ты один, делаешь запись на чистом листе. В течение этой ночи ты ни разу не испытал страха. Ты думал о людях, жизнь и здоровье которых были в опасности. Ты забыл о себе. «О, как вы ошибаетесь!» – Лолеон воскликнул я, назвав его в первый раз этим ласкательным именем. Я действительно не думал ни о себе, ни об опасности. Но размеры опасности я понял только сейчас, когда смотрю на этот ужас позади нас, на эту полосу урагана, от которого мы ушли. О людях я не думал. Я думал о флорентийце, о том, как бы он отнесся к моим поступкам, если был бы рядом. Я старался поступать так, точно он держал меня за руку. И так полон был я этими мыслями, что он даже пригрезился мне в ту минуту, когда на нас обрушился страшный вал. Я точно увидел его, ощутил, и потому так радостно смеялся, чем удивил капитана невероятно вас. Поэтому не думайте обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Твой смех меня не удивил, как и твои радости, бодрость ночью. Я понял, кого ты видишь перед собой, знаю теперь, как велики твои привязанность к нему и верность. Думаю, что если верность твоя не поколеблется, ты в жизни пройдешь далеко. И когда-нибудь станешь сам такой же помощью и опорой людям, как он тебе. Ответил мне И. Здесь, на корме, было видно, как продолжало бушевать буря. Шум моря все еще походил на редкие пушечные выстрелы, и говорить приходилось очень громко, пригибаясь к самому уху собеседника. От страшной полосы урагана мы уходили все дальше. И теперь, издали, это зрелище было еще более жутким. Если бы художник изобразил такую необычайную картину моря, точно искусственно разделенного на черное, грозное, но не слишком опасное волны и зеленые водяные горы, несущие смерть, каждый непременно подумал бы, что художник излил на полотно бред своей больной души. Трудно было оторваться от этого устрашающего зрелища. Грозы уже не было, но небо по-прежнему было еще черным, и странно поражали лоскутья синего бархата, мелькавшие кое-где на фоне туч. Позади раздался голос капитана, шагов которого мы не слыхали. «Двадцать лет плаваю», — говорил он, обошел все океаны, видел немало бурь, бурь тропических, но ничего подобного сегодняшней ночи не переживал, никогда такого количества смерчей видеть не приходилось. «Смотрите, смотрите!» — вдруг громко закричал он, повернувшись налево и указывая на что-то рукой. На гигантской водяной горе стояло два белых кипящих столба, вершины которых уходили в небо. Капитан бросился к рубке, я хотел было бежать за ним, но и удержал меня, сказав, что этот смерч пройдет мимо и гибелью нам не грозит. Присутствие капитана на мостике необходимо, но в нашей помощи нужды уже нет. Смерч действительно несся мимо, но вдруг я увидел, как из водяной стены справа стала вырастать, вращаясь колесом, струя воды, и через минуту вырос и на ней огромный водяной столб. Он понесся навстречу двум двигавшимся слева, и вдруг все три столба столкнулись, раздался грохот, подобный сильнейшему удару грома, и на месте их слияния образовалась пропасть. Линия, разделявшая море на две части, разметалась, волны стены точно ринулись в погоню за нами. Это было так страшно, что я с удивлением смотрел на их, не понимая, почему он не бежит к капитану, но он молча взял меня за руку и повернул лицом вперед, и я с удивлением обнаружил очистившееся небо, очертание берегов вдалеке. Капитан прав, сейчас подходить к берегу нельзя, быть может, мы даже минуем порт, если на пароходе достаточно угля, воды и запасов, и пойдем дальше. Но от гибели мы ушли, сказал И. Такие ураганы вряд ли повторяются дважды, но море, по всей вероятности, еще не менее недели будет бурным. Я начинал ощущать, что качка становится все сильнее, море вновь закипало и шумело грознее, и ветер налетал свистящими шквалами, но до высоты гор волны больше не вздымались. Мы прошли к капитану, осматривавшему окрестности в подзорную трубу, он изменял направление парохода и приказал немедленно позвать старшего офицера с полным отчетом о состоянии запасов. Когда явился старший помощник и доложил, что пароход может плыть еще двое суток ни в чем не нуждаясь, капитан приказал держать курс в открытое море. Оставалось только в сотый раз изумляться прозорливости и, как бы ни было волшебно действие подкрепляющих средств Али и флорентийца, все же не только мои силы подходили к концу. Все, кто провел ночь на палубе, стали похожи на привидения при свете серого дня. Один И был бледен, но бодр. Капитан же буквально валился с ног. Передав команду двум помощникам и штурману, он велел хорошенько накормить матросов и дать им выспаться. Нас пригласил в свою каюту, где мы обнаружили прекрасно сервированный стол. Как только я сел в кресло, то почувствовал, что встать у меня нет больше сил. Я совершенно ничего не помню, что было дальше. Очнулся я у себя в каюте, свежим и бодрым, забыв полностью обо всем и не соображая, где я. Так лежал я около получаса, пока не начал припоминать, что же было, и воспринимать окружающее. Память вернулась ко мне вместе с пережитым ночью. Теперь же сияло солнце. Я встал, оделся в белый костюм, приготовленный очевидно заботливой рукой, и... не собрался отыскать его и поблагодарить за внимание и заботу. Я никак не мог связать всех событий в одну нить и понять, каким же образом оказался в каюте. Мне было стыдно, что я так долго спал, в то время как и, вероятно, уже кому-нибудь помогает. В эту минуту открылась дверь, и мой друг, сияя безукоризненным костюмом и свежестем, вошел в каюту. Я так обрадовался, словно не видел его целый век, и бросился ему на шею. «Слава Богу, наконец-то ты встал, ревушка», сказал он, улыбаясь. «Я уже решил было применить пожарную кишку, зная твою любовь к воде». Оказалось, я спал более суток. Я никак не мог поверить в это, и все переспрашивал, который же был час, когда я заснул, и рассказал, как ему пришлось перенести меня на руках в каюту и уложить спать голодным. Есть я сейчас хотел, ужасно, но ждать мне не пришлось, так как в дверях появился сияющий верзила, и сказал, что завтрак подан. Он, улыбаясь во весь рот, подал мне записку, тихонько шепнув, что это из каюты 1А. Записку передала красивая дама и очень просила зайти к ней. Я смутился. Это была первая записка от женщины, которую мне так таинственно передавали. Я прекрасно знал, что в записке этой не может быть ничего такого, чего бы я не мог прочесть даже первому встречному, и я злился на свою неопытность, неуменье владеть собой и вести себя так, как подобает воспитанному человеку, а не краснеть, как мальчишка. Снова маленькое словечко «такт», которое буря выбила из моей головы, мелькнуло в моем сознании. Я вздохнул и приветствовал его как далекую и недостижимую мечту. Ухмылка матроса, почесывавшего свой подбородок и лукаво поглядывавшего на меня, была довольно комична. Казалось, он одно только и думал, ишь, отхватил лакомый кусочек, и когда успел. Всегда чувствительный к юмору, я залился смехом, услышал, что прыснул и матрос, смеялся с нами и, прочитывая на моем лице все промелькнувшие в моей голове мысли, что он так великолепно умел делать. Моя физиономия в сочетании с комичной фигурой матроса рассмешила бы и самого сурового человек. Уи был вид лукавого заговорщика, и поблескивал он глазами не хуже желтоглазого капитана. Я положил записку в карман и заявил, что умру с голоду, если меня не накормят тотчас же, и крайне был поражен, узнав, что уже два часа пополудни. Мы сели за стол. Я ел все, что мне подставляли. Аи, смеясь, уверял, что впервые в жизни кормит тигра. К нам подошел капитан. Радостно поздоровавшись, он заявил, что никогда еще не видел человека, который хохотал бы во всю мочь в момент, когда со всех сторон подступает смерть. «Я создам новую морскую легенду», сказал он. «Есть легенда о летучем голландцам, легенда страшная о вестнике гибели для моряков. Есть легенда благая о белых братьях, несущих спасение гибнущим судам, но легенды о веселом русском, смеющемся во весь рот в минуты грозной опасности и энергично раздающем пилюли еще никто не придумал. Я расскажу в рапорте о помощи, которую вы с братом оказали нам в эту ночь. А вас, мой молодой герой, я поведаю особо, потому что такое дерзновенное бесстрашие, незаурядное явление». Я сидел весь красный и, в конец, расстроенный. Я хотел сказать капитану, как сильно он ошибается, ведь я просто шел на помочах у И, которому был скорее обузой, чем помощью. Но И, незаметно сжав мне руку, ответил капитану, что мы очень благодарны за столь высокую оценку наших ночных подвигов, и напомнил, что турки не менее нашего трудились прошлую ночь. «О да», – ответил капитан, «о них, конечно же, я не забуду. Они тоже проявили самоотверженность. Но находиться внутри парохода или провести ночь на палубе, где тебя ежеминутно может смыть волна, огромная разница». «Вы далеко пойдете, юноша», – снова обратился он ко мне. «Я могу составить вам протекцию в Англии, если вы вдруг решите переменить карьеру и сделаться моряком. С таким даром храбрости вы станете очень скоро капитаном, ведь вам теперь всюду будет сопутствовать слава неустрашимого. А это – залог большой морской карьеры». Поблескивая своими желтыми кошачьими глазами, он протянул мне бокал шампанского. Я не мог не принять бокал, рискуя показаться неучтивым. Затем капитан подал бокал и провозгласил тост за здоровье храбрых. Мы чокнулись. Он осушил бокал шампанским единым духом, хотел было налить еще, но его отозвали. По какому-то экстренному делу. Взглянув на И, я увидел, что у него тоже нет желания пить шампанское в такую жару. Не сговариваясь, мы протянули наши бокалы, матросу верзили, принесшему мороженое. Я не успел даже как следует взять свое блюдечко, как оба бокала были пусты. И велел ему отнести серебряное ведерко с шампанским в кают капитана, а мне сказал, «Надо пойти к нашим друзьям, если они сами сейчас не поднимутся. Оба несколько раз заходили сюда справляться о твоем здоровье». «Да и по отношению к даме постарайся быть вежливым». «Прочти же записку», прибавил он, улыбаясь. Я только успел опустить руку в карман, как послышались голоса, и к нашему столу подошли турки. Оба они радовались, что буря не повредила моему здоровью. Старший приподнял феску на голове сына, и я увидел, что большой кусок его головы выбрит, и наложена повязка, заклеенная белой марлей. Он ударился головой о балку, когда волна подбросила пароход. Повязку, как оказалось, накладывал и. И мазь была такой целебной, что сегодня, при перевязке рану, можно было уже заклеить. Турки пробыли с нами недолго и пошли завтракать вниз, в общую столовую. Наконец, я достал письмо и разорвал конверт. Глава тринадцатая. Незнакомка. Из каюты 1А. Письмо было адресовано господину младшему доктору. Оно носило такое же обращение и было написано по-французски. «Мне очень совестно беспокоить вас, господин младший доктор. Но девочка моя меня крайне волнует. Да и маленький что-то уж очень много плачет. Я вполне понимаю, что мое обращение к вам не совсем деликатно. Но, боже мой, боже, у меня нет во всем мире ни единого сердца, к которому бы я могла обратиться в эту минуту. Я еду к дяде, от которого уже полгода не имею известий. Я даже не уверена, жив ли он, что ждет меня в чужом городе. Без знания языка, без умения что-либо делать, кроме дамских шляп. Я гоню от себя печальные мысли. Хочу быть храброй, хочу мужаться ради детей, как мне велел господин старший доктор. О вашей храбрости говорит сейчас весь пароход. «Заступитесь за меня. В каюте рядом со мной поместилась важная старая русская княгиня. Она возмущается, что кто-то смел поместить в лучшую каюту меня, нищенку из четвертого класса и требует, чтобы врач нас выкинул. Я не смею беспокоить господина старшего доктора или капитана, но умоляю вас, защитите нас. Упросите важную княгиню позволить нам ехать и дальше в нашей каюте. Мы ведь никуда не выходим. У нас все, даже ванная отдельная, и мы ничем не тревожим покой важной княгини. С великой надеждой, что ваше юное сердце будет тронуто моей мольбой, остаюсь навсегда благодарная вам, Жанна Маранье». Я старался читать спокойно это наивное и трогательное письмо, но раза два мой голос дрогнул, а лицо бедняжки Жанны с бегущими по щекам слезами так и стояло передо мной. Я посмотрел на И и увидел знакомую суровую складку на лбу, которую замечал не раз, когда И на что-либо решался. «Этот дуралей наш верзила, вероятно, протаскал письмо целый день, скрывая его от меня и сочтя любовным», задумчиво сказал он. «Пойдем сейчас же, разыщем капитана, и ты переведешь ему это письмо, захвати аптечки, обойдем заодно и весь пароход». Мы повесили через плечо аптечки и отправились искать капитана. Мы нашли его в судовой канцелярии и рассказали, в чем дело. Я видел, как у него сверкнули глаза и передернулись губы, но он сказал только, «Еще десять минут, и я иду с вами». Он указал на кожаный диванчик рядом с собой и продолжал слушать доклады подчиненных о том, что сделано согласно его распоряжениям для починки судна и помощи пассажирам. Ровно через десять минут, точно, ясно, не роняя ни одного лишнего слова, он отпустил всех и вышел с нами в лазаретное отделение первого класса. Мы поднялись по уже знакомой мне узкой винтовой лестнице и вышли прямо к дверям каюты 1А. В коридоре столпился народ, слышали спокойный и твердый голос врача, кому-то возражавшего, и визгливый женский голос, говоривший на отвратительном английском языке. «Ну, если вы не желаете ее отсюда убрать, то я это сделаю сама. Я не желаю, чтобы рядом со мной ехала какая-то нищая тварь. Вы обязаны делать все, чтобы не волновать пассажиров, заплативших за проезд такие огромные деньги». Я повторяю, что таково распоряжение капитана, а на пароходе он царь и бог, а не я. Кроме того, это не тварь, и я очень удивлен вашей малокультурной манере выражаться, а примилая и прихорошенькая женщина. И за проезд в этой каюте она уже все сполна уплатила. Вы же, под предлогом продолжающегося расстройства нервов, не заплатили еще ничего. Снова раздался спокойный голос врача. «Да как вы смеете со мной так разговаривать? Вы грубый человек. Я не стану ждать, пока вы соблаговолите убрать отсюда столь приглянувшуюся вам девку. Вы хотите удобно устроиться и иметь развлечения за казенный счет? Я сама выгоню ее!» Визгливо кричала княгиня. Доктор спылил. «Это бог знает что! Вы говорите не как аристократка, а...» Тут капитан выступил вперед и стал спиной к двери каюты Одина, к которой подошла старая грузная женщина, раскрашенная как кукла, в золотистом завитом парике, в нарядном сером шелковом платье, увешанное золотыми цепочками с лорнетом, медальоном и часами. Толстые пальцы ее жирных рук были унизаны драгоценными кольцами. Эта молодящаяся старуха была тем отвратительнее, что самостоятельно держаться на своих ногах не могла. С одной стороны, ей помогал молодой еще человек в элегантном костюме с очень печальной физиономией, с другой, кроме палки, на которую та опиралась, старуху поддерживала горничная в синим платье и элегантном белом переднике с белой наколкой на голове. Не зная капитана в лицо и увидев морского офицера с двумя молодыми людьми у дверей той каюты, куда она так хотела пройти, она еще пронзительнее взвизнула, и грозно стуча палкой о пол закричала, «Я буду жаловаться капитану! Это что за дежурство? Перед дверью развратной твари! У меня молодой муж! Здесь слишком много молодых девушек! Это разврат! Сейчас же уходите! Я сама распоряжусь убрать эту!» Она не договорила. Ее перебил капитан. Он вежливо поднес руку к фуражке и сказал, «Будьте любезны, предъявить ваш билет на право проезда в каюте два лазарета, которую, как я вижу, вы занимаете! Я капитан!» Он свистнул особым способом и вбежали два дюжих матроса. «Очистить коридор от посторонних!» — приказал капитан. Приказание, отданное металлическим голосом, было незамедлительно выполнено. Толпа любопытных мгновенно исчезла, остались только старуха со своими спутниками, врач, сестра милосердия и мы. Старуха нагло смотрела на капитана маленькими злыми глазками, очевидно считая себя столь важной персоной, пред которой все должны падать ниц. «Вы, должно быть, не знаете, кто я!» Все так же визгливо и заносчиво сказала она. «Я знаю, что вы путешествуете на веленом мне пароходе и занимаете каюту первого класса номер 25. Когда вы садились на пароход, вы читали правила, которые гласят, что во время пути все пассажиры наравне с командой подчиняются капитану. Также были расклеены объявления о том, что на пароходе имеется лазарет за особую плату. Вы едете здесь, предъявите ваш добавочный билет», ответил ей капитан. Старуха гордо вскинула голову, заявив, что не о билете должна идти речь, а об особе в соседней с нею каюте. В лучшей каюте со всеми отдельными удобствами доктор разместил свою приятельницу, откопав ее в трюме. «Я, светлейшая княгиня, требую немедленного удаления ее в первоначальное помещение, как раз ей соответствующее», повышенным тоном говорила старуха на своем отвратительном английском. «Понимаете ли вы, о чем я вас спрашиваю, сударыня? Я у вас спрашиваю билет на право проезда здесь, в этой каюте. Если вы его не предъявите сейчас же, будете незамедлительно водворены в свою каюту и, кроме того, заплатите тройной штраф за безбилетный проезд в лазарете? Голос капитана, а особенно угроза штрафа, очевидно, затронули самую чувствительную струну жадной старухи. Она вся побагровела, затрясла головой, что-то хотела сказать, но задохнулась от злости и только хрипло, кашляла. Кроме того, нарушение правил и распоряжений капитана, оспаривание его приказаний расценивается как бунт на корабле. Еще одно запальчивое слово, еще один стук палкой, нарушающий покой больных, вы себе позволите, и я велю этим молодцам посадить вас в карцер. Теперь и сама старуха струсила, не говоря о ее молодом муже, который, очевидно, был убит, оказавшись в центре разыгравшегося скандала и не мог не понимать, что поведение его жены позорно. Капитан приказал открыть дверь каюты номер два, где обосновалась княгиня. Картина, представившаяся нашим глазам, заставила меня покатиться с хохоту. На самом видном месте валялись широченные дамские панталоны, постели были разрыты, будто на них катались и кувыркались. Всюду, на столах, стульях, на полу были раскиданы принадлежности мужского и дамского туалета вплоть до самых интимных. «Что это за цыганский табор?» скричал капитан. «Сестра, как могли вы допустить нечто подобное на пароходе, притом в лазарете?» Сестра, пожилая англичанка, полное сознание собственного достоинства, отвечала, что входила в каюту три раза. Дважды посылала сюда убирать коридорную прислугу, но что через час снова принимала вид погрома. На новый свисток капитана явился младший офицер, получивший приказание водворить княгиню в ее каюту, взыскать с нее тройной штраф за две лазаретные койки, а также немедленно помыть каюту. «Я буду жаловаться вашему начальству!» прохрипела старуха. «А я пожалуюсь еще и русским властям, и расскажу великому князю Владимиру, который сядет к нам в следующем порту, о вашем поведении». Тут к старухе подошел младший офицер и предложил ей следовать за ним в первый класс. В бессилье она сорвала злобу на своем супруге и горничной, обозвав их ослами и идиотами, не умеющими поддержать ее, когда следует. Похожая на чудовище издантова ада, с трясущейся головой хрипло-кашляя, старуха скрылась в коридоре, сопровождаемая своими спутниками. Капитан простился с нами, попросив от его имени уверить госпожу Жанну Маранье, что на его судне она в полной безопасности под охраной английских законов. Он просил нас также еще раз обойти пассажиров четвертого и третьего классов, потому что вечером, после обеда, их снова разместят на прежних местах, помыв как следует весь пароход. Мы постучали в каюту одина. Мелодичный женский голос ответил нам по-французски «Войдите!» и мне показалось, что в голосе о том слышатся слезы. Когда мы вошли в каюту, то первое, в чем мне пришлось убедиться, были действительно слезы, лившиеся по щекам Жанны. Дети прижимались к ней, обхватив ее шею ручонками. Они сидели, забившись в угол дивана, и владел ими такой страх, такое отчаяние, что я остановился как вкопанный, превратившись сразу в левушку «Лови ворон» и подтолкнул меня и шепнул, чтобы я взял девочку на руки и успокоил мать. Убедившись, что мы являемся посланцами привета и радости, Жанна не раз переспрашивала «Неужели и до самого Константинополя она доедет с детьми в этой каюте?» Счастью ее не было предела. Она так смотрела на И, как смотрит на иконы, когда молятся. Ко мне она обращалась, как к брату, который может защитить здесь, на земле. Девочка повисла на мне и не слушала никаких резонов матери, уговаривавшей ее сойти с моих колен. Она целовала меня, гладила волосы, жалея, что они такие короткие, говорила, что я ей снился во сне и что она больше не расстанется со мною, что я ее чудный родной дядя, что она так и знала, что добрая фея обязательно меня им пошлет. Вскоре и крепыш перекочевал ко мне и началась возня, в которой я не без удовольствия участвовал, подзадоривая малюток ко всяким фокусам. Мать, вначале старавшаяся унять детей, теперь весело смеялась и, по-видимому, не прочь была бы принять участие в нашей возне, но присутствие иконы И настраивало ее на более серьезный лад. И расспросил, что ели дети и она. Оказалось, что после утреннего завтрака поесть им не удалось, так как соседка бушевала уже давно, они умирали от страха и мы застали самый финал этой трагикомедии. Если она хочет, сказал И, чтобы здоровье ее самой и детей восстановилось до Константинополя, им всем следует поесть и хорошенько выспаться. И полагал, что у девочки хоть и в легкой степени, но все же перемежающаяся лихорадка, что сегодня она здорова, но завтра должен снова наступить пароксизм. Матери расширились от ужаса глаза и успокоил ее, сказав, что даст ей капель и что им всем надо проводить почти весь день на палубе, лежа в креслах, тогда они оправятся от истощения. Он попросил Жанну сейчас же распорядиться о еде и добавил, что мы обойдем пароход и вернемся через часа два. Тогда они все получат лекарства и мы побеседуем. Мы вышли, попросив сестру получше накормить мать и детей. Очевидно, это была добрая женщина. Дети потянулись к ней и мы ушли успокоенные. Не успели мы пройти нескольких шагов, как нас встретил врач, прося зайти в первый класс к той девушке, которую мы так хорошо вылечили. Дочь и мать, проспав всю бурю, сейчас свежи как розы, они жаждут видеть врача, чтобы поблагодарить его за помощь, сказал судовой доктор. Мы пошли за ним и увидели в каюте двух брюнеток, очень элегантно одетых, они сидели в креслах за чтением книг, ничем не напоминая те растрепанные фигуры, которые видели мы в страшную ночь бури. Когда судовой врач представил на старшее, протянула обе руки и, сердечно благодаря его за спасение, она быстро сыпала словами со свойственной итальянцам экспансивностью, и я половины не понимал из того, что она говорила. Молодая девушка не была хороша собою, но ее огромные черные глаза были так кротки и добры, что стоили любой классической красоты. Она тоже протянула каждому из нас обе руки и просила позволить ей чем-либо отблагодарить нас. И ответил, что лично нам ничего не надо, но если они желают принять участие в добром деле, мы не откажемся от их помощи. Обе дамы выразили горячее желание сделать все, что необходимо. И рассказал им о бедной француженке вдове с двумя детьми, которую капитан спас от мук, укрыв с больными детьми утронуты судьбой бедной вдовы и потянулись за деньгами, но ей сказал, что денег ей достанут, а вот одежды и белья у бедняжки нет. «О, это дело самое простое», сказала младшая, «обе мы умеем хорошо шить, тряпку нас много, мы оденем их приотлично, вы только познакомьте нас со своей приятельницей, а остальное предоставьте нам». И предостерег их, что бедняжка запугана. Вкратце он рассказал им о возмутительной выходке старой княгини. До слез негодовали женщины, отвечая и, что не все же дамы думают и чувствуют, как мегеры. «Мы условились, что позже зайдем за ними и проводим к Жанне». На прощание и велел достать черную коробочку Али, разделил пилюли на восемь частей, развел в воде одну порцию и дал девушке выпить, посоветовав ей полежать до нашего возвращения. Мы спустились в третий класс. Здесь было уже все прибрано, нигде и следов бури, но люди казались обессиленными в конец. Однако, приняв наших капель, стали вставать, потягиваться и выходить на палубу. Так мы постепенно добрались до первого класса, где разбушевавшаяся еще в лазарете княгиня так грубо срывала свое бессильное бешенство на мужа и горничной, что соседи по каюте возмутились. Слово за слово разгорелся скандал, в самый разгар которого мы вошли. Увидев нас, старуха тотчас скрылась в свою каюту под общий смех. К нам подошел какой-то пожилой человек, очевидно очень тяжело перенесший бурю, весь желтый с мешками под глазами. Он просил навестить его дочь и внука, состояние которых внушало ему большие опасения. Мы прошли с ним в каюту и увидели в постели бледную женщину с длинными русами косами и мальчика лет восьми. Казалось, он тяжело болен. Пожилой человек обратился к дочери по-гречески. Она открыла глаза, поглядела на И, склонившегося к ней, и сказала ему тоже по-гречески «Мне мне не пережить этого ужасного путешествия. Не обращайте на меня внимания, спасите, если можете, сына и отца. Я не могу думать без ужаса, что будет с ними, если я умру». И слезы полились из ее глаз. И велел мне капнуть в рюмку капель из темного пузырька и сказал «Вы будете завтра совершенно здоровы. У вас был сердечный припадок, но буря утихла, припадок прошел и больше не повториться. Выпейте эти капли, повернитесь на правый бок и засните. Завтра будете полны сил и начнете ухаживать за своими близкими, а сегодня мы сделаем это за вас». Он приподнял ее античную голову и влил ей в рот капель, затем помог ей повернуться, накрыл одеялом и подошел к мальчику. Мальчик был так слаб, что с трудом открыл глаза, он, казалось, ничего не понимал. И долго держал его тоненькую ручку в своей, прислушиваясь к дыханию и, наконец, спросил, «Он давно в таком состоянии?» «Да», ответил старик, «судовой врач уже несколько раз давал ему разные лекарства, но ему все хуже. С самого начала бури ребенок впал в состояние полуобморока, оно не проходит. Неужели он должен умереть?» И у старика задрожал голос, он отвернулся от нас, закрыв лицо руками. «Нет, до смерти еще далеко». «Но почему вы не закалили его? Он хил и слаб не потому, что болен, а потому, что вы изнежили его. Если хотите, чтобы ваш внук жил, держите его на свежем воздухе, научите верховой езде гребли гимнастике плаванью, ведь вы губите ребенка», сказал И. «Да, да, вы правы, доктор, но мы так несчастливы, мы сразу потеряли всех своих близких, и теперь трясемся друг над другом», все с той же горечью, отвечал старик. «Если вы будете таким способом и дальше оберегать друг друга, вы все умрете очень скоро, вам надо начать новую жизнь, если вы согласны следовать моему методу, я отвечаю за жизнь мальчика и начну его лечить, если выполнять моих предписаний не будете, я не стану и начинать», продолжал И. «Я отвечаю вам головой, что все будет выполнено в точности», прервал его старик. «Ну тогда начнем». И сбросил с мальчика одеяло, стянул с его худеньких ног теплые чулки, снял фуфайку и потребовал другую сорочку, а мне велел растворить в половине стакана воды кусочек пилюли из зеленой коробочки флорентийца и еще меньшую часть пилюли из черной коробочки Али. Когда лекарство смешалось, вода в стакане точно закипела и стала совершенно красной. И взял у меня стакан, капнул туда еще из каких-то особых трех пузырьков и стал давать мальчику лекарство крошечной ложечкой. Я думал, что мальчик ни за что не сможет проглотить ни капли, но последний платок он даже допил из стакана. Я осторожно опустил ребенка на подушку и велел мне достать самый большой флакон, вымыл руки и я последовал его примеру. Затем он велел мне вытянуть руку мальчика и держать ее ладонью вверх, а сам стал массировать жидкостью из флакона от ладони до плеча, каждый раз крепко растирая ладонь. Рука прежде совершенно белая стала розовой, а затем и покраснела. То же самое он проделал с другой рукой, потом с ногами и растер наконец все тело. жидкостью из другого флакона он смазал мальчику виски за ушами и темя. Мальчик внезапно открыл глаза и сказал, что очень хочет есть. Немедленно по совету и дедушка позвонил и приказал принести горячего шоколада и белого хлеба. Пока локей ходил за шоколадом и дал капель старику и посоветовал поесть самому. Сначала старик отказывался, говоря, что от качки есть не может, но когда мальчику принесли еду, сказал, что шоколад он, пожалуй, выпил бы и посоветовал ему поесть манной каши и выпить кофе, потому что сейчас шоколад ему вреден. Все это время И не сводил глаз с мальчика, наблюдая за ним. Он спрашивал, не холодно ли ему и мальчик отвечал, что у него все тело горит, что ему еще никогда не было так тепло. На вопрос, не болит ли у него что-нибудь, мальчик сказал, что у него в голове сидел винт и очень больно резал лоб и глаза, но что сейчас доктор верно, винт вынул. И дал ему еще каких-то капель и попросил заснуть, мальчик охотно согласился и действительно через десять минут уже спал ровно и спокойно дыша. «Ну, теперь ваша очередь», сказал И, подавая лекарства старику. Тот беспрекословно повиновался. Затем И попросил его лечь и сказал, что через три часа мы еще раз наведаемся, а пока пусть все мирно спят. Мы вышли из каюты, где так долго провозились, и миновали толпу нарядных дам и кавалеров, которые начинали обретать свой обычный высокомерно элегантный вид, пытались острить и флиртовать. Итальянки нетерпеливо ждали нас с пакетами белья и платьев, приготовленными для Жанны, и поблагодарил обеих дам, но просил отложить знакомство до завтра, так как сегодня и мать, и дети еще очень слабы. Итальянки были разочарованы, пожалели бедняжек и сердечно простились с ними. Не задерживаясь более нигде, мы прошли прямо к Жанне. «Если бы я не проспал целые сутки, наверное, уже свалился бы с ног, до того утомительны были это непрерывное хождение вверх и вниз по пароходу и непрестанное соприкосновение с людьми, с их болезнями, порывами злобы, страха и отчаяния. Дети еще спали, а Жанна сидела в углу дивана, тщательно одетая и причесанная, но лицо ее было таким скорбным и бледным, что у меня щекотало в горле. «Я уже и ждать вас перестала», сказала она, чуть улыбнувшись, но глаза ее были полны слез. «Нам пришлось задержаться», отвечал И, с такой лаской в голосе, какой я еще у него не слыхивал. «Но почему вы решили, что мы можем нарушить свое слово? Можно ли быть такой подозрительной и так мало верить людям?» «Если бы вы только знали, как я верила людям прежде и как жестоко пришлось разочароваться в их чести и доброжелательстве. Я боюсь даже думать о чуде вашей помощи и все жду, что этот дивный сон и эта каюта растает, как туман, а мне останется только роса моих слез», сказала Жанна. «Я сострадаю вам всем сердцем», ответил И, «но человек, когда в жизни на него обрушивается буря, даже такая ужасная и неожиданная, как та буря на море, которую вы только что пережили, должен быть энергичным и бороться, а не падать духом и тонуть в слезах. Подумайте, что было бы с людьми на этом судне, если бы капитан и его команда растерялись, пали духом и отдались во власть стихий. Ваше положение не безнадежно. Правда, вы потеряли сразу и мужа, и любовь, и благосостояние, но вы не потеряли своих детей, а значит, и ближайшие цели жизни. Зачем возвращаться мыслями к прошлому? Дважды потерять прошлого нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого еще нет? Потерять можно одно только настоящее, вот это летящее сейчас, а это зависит только от энергии, от жизнерадостности человека. Вдумайтесь, оглянувшись назад, сколько лишней муки вы создали себе сами страхом перед жизнью. Чему помог ваш страх? Приведите в такой же порядок свой внутренний мир, в какой привели вы свою внешность. Выбросьте из головы мысли о нищете и своей беспомощности. Не плачьте так ужасно, помните, что вы оплакиваете себя, только себя, свою потерю, свое потерянное счастье. Вы думаете, что оплакиваете гибель мужа, его безвременную кончину? Но что мы можем понимать в совершающихся перед нами судьбах? Представьте, что и ваша жизнь может окончиться так же внезапно. Живите так, как будто каждую минуту вы отдаете свой последний долг детям и всем тем людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Не поддавайтесь унынию, держите себя в руках, забудьте о себе и думайте о детях. Скрывайте ваши слезы и страх от детей. Учите их на собственном примере быть добрыми и весело принимать каждый наступающий день. Не бойтесь сейчас ничего, не теряйте мужество, надейтесь только на себя. Завтра мы познакомим вас с двумя очень добрыми и культурными дамами, они с радостью помогут вам по части туалетов. Что же касается дальнейшего, то прямо здесь, на этом пароходе, едут два наших друга, имеющих большое предприятие в Константинополе. Они помогут вам найти работу, быть может вы сможете открыть шляпную мастерскую или что-либо еще, что обеспечит вашу жизнь. Но я еще раз очень вас прошу, перестаньте плакать. Самое важное для вас дело сейчас это здоровье ваших детей. Я думаю, что дочь ваша подхватила скверную форму лихорадки и вам придется немало повозиться с ней. Я не сводил глаз с Жанны совершенно так же, как она во все глаза глядела на И. Сначала на ее лице отразилось беспредельное удивление, потом мелькнули негодование, протест, их сменили такие скорпи отчаяния, что мне хотелось вмешаться и объяснить ей то, что она очевидно неправильно воспринимала, но постепенно лицо ее светлело, рыдания утихали и в глазах мелькнуло уже знакомое мне выражение благоговения, с которым она впервые смотрела на И, как на икону. И говорил с ней по-французски, говорил правильно, но с каким-то акцентом, чего я не отмечал, когда он разговаривал на других языках, и я подумал, что он выучил этот язык уже взрослым. Я не умею выразить вам своей благодарности и даже не все вероятно понимаю из того, что вы мне говорили, сказала Жанна своим тихим музыкальным голосом, но я чувствую в себе какую-то необъяснимую уверенность. Я не белоручка, я вышла замуж за простого рабочего, вопреки воле родителей, зажиточных фермеров, я была у них единственной дочерью, они меня любили по-своему, любили и баловали, но требовали, чтобы я вышла замуж за соседа, человека богатого, пожилого, скупого и очень противного. Но я увидела случайно на вечеринке у одной подруги моего будущего мужа Мишеля Моранье и сразу поняла, что ничто не устрашит меня, из-за богатого старика я не пойду. Нам с Мишелем пришлось бежать из родных мест, тут как раз подвернулся случай уехать в Россию и мы попали на французскую фабрику резиновых изделий в Петербурге, мы жили очень хорошо, я работала в шляпном магазине и дамы на расхват покупали мои шляпы, мы были так счастливы. И вот и бедняжка снова зарыдала. Собравшись силами, она еле слышно закончила свой рассказ. Машина, у которой работал муж, была неисправна, но управляющий все тянул с ремонтом, пока не случилось непоправимое несчастье. Не бередите снова свои раны, утрите слезы, дети просыпаются, надо поберечь их нервы, да и ваши силы тоже подорваны. Все так же ласково сказал ей и поставьте себе ближайшую задачу восстановить силы детей, надо дать девочке капли, чтобы ослабить новый припадок, а завтра детей следует вывести на воздух. Но мы поможем вам. Жанна слушала и как слушают пророка, ее щеки пылали, глаза горели и во всей ее слабой фигурке появилось столько силы и решимости, что я просто поразился. Мы простились и вышли, провожаемая визгом проснувшихся детей, не желавших нас отпускать. Как только закрылась за нами дверь каюты, я почувствовал полное изнеможение. Я так глубоко пережил бесхитростный рассказ Жанны, столько раз глотал подступавшие к горлу слезы, что за этот последний час потерял свои последние силы. И ласково взял меня под руку и сказал, что очень сочувствует столь трудному началу моей новой жизни. Я едва добрался до каюты. Мы переоделись и сели за уже накрытый стол, где нас поджидал мой нянька Верзила. Впервые мне не хотелось есть и говорить. Море уже достаточно успокоилось, но пароход все еще сильно качало. И подал мне какую-то конфету, которая меня приободрила, но говорить по-прежнему не хотелось. Предложение и сойти через час к туркам я решительно отверг, сказав, что я сыт людьми и нуждаюсь в некоторой доле уединения и молчания. Бедный мой Левушк, ласково произнес и очень трудно почти ребенком войти в бурную мужскую жизнь, которая требует предельного напряжения сил, но ты уже немало судеб наблюдал за эти дни, немало слышал, ты видишь теперь, как внезапно бывают удары судьбы, и человек должен быть внутренне свободным, чтобы суметь мгновенно включаться в новую жизнь, не ждать чего-то от будущего, а действовать, жить в каждое текущее мгновение, действовать, любя и побеждая, думая об общем благе, а не только о своих собственных достижениях. И сел в кресло рядом. Мы немного помолчали, но вот послышались на лестнице шаги и голос капитана. Он теперь окончательно сдружился с нами, а меня так просто обожал, по-прежнему считая виседчаком и чудо-храбрецом, как я не старался разуверить его в этом. Чтобы дать мне возможность побыть одному, и поднялся навстречу капитану, и они вместе пришли к нему в каюту. Я действительно нуждался в уединении, моя душа, мои мысли и чувства были похожи на беспокойное море, и волны моего духа также набегали одна на другую, сталкивались, кипели и пенились, не принося успокоения. Из тысячи неожиданно свалившихся на мою голову событий я не мог бы выделить и одного, где логический ход вещей был бы ясен мне до конца. Во всем, казалось мне, присутствовала какая-то таинственность, а я терпеть не мог ни тайн, ни чудес. Слова флорентийца «нет чудес, есть только та или иная степень знания» часто вмешивались в сумбур моих мыслей, но я их не понимал. Из всех чувств, из всех впечатлений в душе господствовали два – любовь к брату и любовь к флорентийцу. Я не любил еще ни одной женщины, ни чья женская рука не ласкала меня, я не знал ни матери, ни сестры, но любовь-преданность полную, не критикующую, но обожающую, я знал, потому что любил брата-отца так, что он всегда был рядом, и я поверял им каждое движение своего сердца. Единственное, я скрыл от него свой писательский талант, но, опять-таки, руководило мною желание уберечь брата-отца от незадачливых писаний брата-сына. Эта любовь к брату составляла стержень, остов моей жизни, на ней я строил свое настоящее и будущее, причем на первое я смотрел свысока, как на преддверии той великолепной жизни, которой мы заживем вместе, когда я окончил учение. И теперь мне пришлось убедиться в своем детском ослеплении, ведь я не задумывался прежде о том, кто такой мой брат и какой жизнью он живет. Я увидел вдруг кусочек его жизни, в которой меня не было. Это была катастрофа, почти такая же острая, какую переживала Жанна, и рыдая над ней, я рыдал над собою тоже. Я ничего не понимал, какую роль играла и играет Наль в жизненном спектакле моего брата, какое место занимает брат в освободительном движении, как связан он с Али и флорентийцем. Поистине, здесь все казалось чудом, я осознавал свою невежественность и понимал, что не подготовлен к той жизни, в которую мне пришлось вступить. Я думал, что любить так сердце может лишь один раз в жизни, и только одного, и не заметил, как сердце мое расширилось и приняло еще одного человека, словно светлым кольцом он опоясал его, оставив в середине образ брата Николая. Я не раздвоился в своей любви к флорентийцу и брату, они жили во мне оба, и оба образа часто сливались в один мучительный стон тоски и жажду свидания. Я еще не испытывал такой силы обаяния. Странное, новое понимание слова пленил явилось в моем сознании. Поистине, плен моего сердца и мыслей нес какое-то очарование, радость, которую разливал вокруг себя флорентиец. Вся атмосфера вокруг него дышала не только силой и уверенностью. Попадая в нее, я радовался счастью жить еще день, еще одну минуту подле. Рядом с ним я не испытывал ни страха, ни сомнений, меня не терзали мысли о завтрашнем дне, только творческое движение всему окружающему задавал этот человек. Со свойственной мне рассеянностью я забыл обо всем и вся, забыл время, место, ушло ощущение пространства, я летел мыслю к моему дивному другу, я так был полоным, что снова как ночью в бурю мне показалось, что я вижу его. Точно круглое окно открылось среди темнеющих облаков, и я увидел мираж, мою мечту, моего флорентийца в белой одежде с золотистыми вьющимися волосами. Я вскочил, добежал до края палубы и точно услышал голос, я с тобой, мой мальчик, будь так же верен, и ты достигнешь цели, и мы встретимся снова. Бурная радость охватила меня, какая-то сила влилась во все мои члены, и они стали точно железными. Я почувствовал себя счастливым и необычайно спокойным. Ну, как же чувствует себя мой юный друг, смельчак-весельчак, услышал я голос капитана. Никак, чудесные облака сегодняшнего вечера, увлекли вас в небо. Я не сразу отдал себе отчет в том, что происходит, не сразу откликнулся, но, когда повернулся к ним, то, очевидно, преображенным своим лицом поразил не только капитана, но даже и, так изумленно, они оба на меня поглядели, точно желая оградить от капитана, и обнял меня и крепко прижал к себе. Ну и сюрпризы, способны преподносить эти русские. Что с вами? Да вы просто красавец, вы сверкаете, как драгоценный камень, говорил, улыбаясь капитан. Так вот, вы каким бываете? Теперь я не удивляюсь тому, что не только красавица из лазарета, но и молодая итальянка и русская гречанка. Все спрашивают о вас. Я теперь понимаю, какие еще силы таятся в вас. Я с сожалением поглядел на темные облака, в которых исчез мираж моей любви, и тихо сказал капитану, вы очень ошибаетесь, я далеко не герой и не дон-жоан, а самый обычный «Левушка, лови ворон, я и сейчас ловил свою мечту, да не поймал». Ну, развел руками капитан, если за три дня, учитывая еще бурю, смутить три женских сердца, это мало, то остается только швырнуть на весы ваших побед мое уже дырявое сердце старого морского волка. Вы забрали меня в плен, юный друг, пойдемте выпьем на брудершафт. Не было никакой возможности отказаться от радушного приглашения, но казалось никогда еще обязательства вежливости не были мне так трудны. «Думай о флорентийце», шепнул мне И. «Ему тоже не всегда легко, но он неизменно обаятелен. Постарайся передать сейчас его обаяние окружающим». Эти слова дали выход бурлившей во мне радости. Спустя несколько времени и капитан, и поднявшиеся к нам турки покатывались со смеху от моих удачных каламбуров и острот. Вечер быстро перешел в ночь, а рано утром мы должны были войти в порт Б, пополнить запасы воды, угля и провианта, а также выгрузить животных. Отговорившись с усталостью, мы с И. распрощались с обществом и ушли в свою каюту. Мы еще долго не спали. Я делился с И. своими мыслями, тоской по брату, своей преданностью флорентийцу, рассказал о мираже среди облаков и слуховой иллюзии, порожденной жаждой общения с флорентийцем. И же советовал не думать о миражах и иллюзиях, а вникать в самый смысл долетевших до меня слов, не все ли равно, каким образом получена весть, важно, чем была для тебя эта весть и какие силы она в тебе пробудила. Запомни ощущения уверенности и радости, которые родились тебе сегодня, то спокойствие, которое ты ощутил в глубине сердца, когда тебе показалось, что ты видишь и слышишь флорентийца. И если примешься за какое-то большое дело, имея в себе эти чувства, не сомневайся в успехе. Верность идеи, как и верность любви, всегда приведут к победе. Я крепко обнял и поцеловал и, от всего сердца поблагодарив его за все заботы и лег спать, благословляя жизнь за свет и красоту и будучи в полном мире самим собой и со всей Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok